Осторожно, опасно для жизни. Ботулизм такого диагноза в Калыванской больнице не ставили уже лет 40. Для нашей местности это заболевание довольно редкое. Коварная палочка скрывается в испорченных продуктах и погибает только при 6-часовой стерилизации. В этом случае причиной отравления стала копченая рыба. Сейчас Заир идет на поправку, уже смеется и шутит. Болезнь отступила и его жизни ничто не угрожает. А еще 10 дней назад мужчина был на грани жизни и смерти. Поел копченой рыбы и оказался на больничной койке. По пути ехали гости с севера, Саха, Якутия. Заяхали в гости, побыли, угости с щукой. Вот такая видела щука. Вот глаза такие были. Дети не встали, а я с пивком поел. Мы в гости уехали. На следующий день мне стало хуже, хуже. И ночью к чему. Мы везем везде звонить, решили привезти сюда. Остальное уже не помню. В реанимацию мужчина попал в тяжелом состоянии. Диагноз – пищевой бытулизм. Его врачи определили быстро. Это и спасло пациенту жизнь. Инфекция редкая, особенно для Сибири. В данном случае у нас больной был в течение суток при госпитализации диагностированно-клинической. Выставлен диагноз – пищевой бытулизм. И в первые сутки были введены неспецифические бытулинические сыворотки. Вот. С повторным введением. Что, в общем-то, и спасло больного. Ну и в своевременной искусственной вентиляции. Коварная палочка бытулизма таится в испорченных продуктах. Особенно в консервах, рыбе и маринованных грибах. Любит бескислородную среду. И поэтому, попадая в организм, первым делом перестраивает его под себя. Поражает органы дыхания. Ну, это по-латински. Это диплопия, дисфагия, дезортрия. Что значит? Нарушение речи, нарушение глотания. Характерным признаком является двоение в глазах. Двоение в глазах является первым признаком. И в последующем уже поражается дыхательная мускулатура грудной клетки. Чтобы не оказаться на больничной койке в реанимации со страшным диагнозом «путулизм», доктора еще раз предупреждают. Не покупайте просроченных консерв и будьте осторожны при консервировании. Через несколько дней Заиры переведут из реанимации в общую палату. Но в больницу он останется еще как минимум на две недели. Но только вот теперь, говорит мужчина, он пересмотрит свое меню и будет придерживаться только здорового питания.